Рембрандт создал множество гравюр. Как и другие мастера, он стремился к широкой известности и с помощью работ в гравюрной технике пропагандировал своё имя. Да, совершенно верно. И надо сказать, что Рембрандт знал работы и других художников, будучи коллекционером гравюр. Именно. В частности, у Рембрандта был оттиск «Тайный вечер» Леонардо. Гравюра явила возможность тиражирования. Да, и Рембрандт работал в различных техниках. Сейчас мы смотрим на гравюру «Три креста», а форт «Сухая игла» датируется 1653 годом. А распятие Христа и двух... И двух разбойников, которых мы видим справа и слева. Хороший и плохой разбойники. На гравюре запечатлён момент смерти Христа. Небо потемнело, на землю льётся поток божественного света. Христос поднимает голову, вопрошает «Отец, зачем ты оставил меня?» и умирает. А разве он не сказал ещё «Прости им, ибо они не ведают, что творят»? Да. Разные Евангелия и толкования содержат различающиеся версии, но здесь важно, что это последний момент. Рембрандт с его мастерством живописца, контрастной святотенью, энергией и действием придал изображению глубокий драматизм, движение людей на переднем плане. Римские солдаты верхом едут, да. Да, вооружённые римские всадники, коленопреклонённые люди, справа Мария без чувств, внизу люди рвут волосы от боли и бессилия. А другие заняты своими делами. Верно, верно. Давайте кратко вспомним, как создаётся гравюра. Давайте. Как я уже сказал, эта работа сочетает две техники – афорт и сухая игла. Их часто комбинировали, потому что обе они являются техниками глубокой печати, когда рисунок, который предполагается перенести на бумагу, сначала процарапывается на металлической пластине. Затем эти царапины в металле заполняются краской – это будущие чёрные линии на бумаге. То есть, вы хотите сказать, что мы видим изображение из линий, выцарапанных на металле? Да. Во время гравировки, которую зритель не видит, линия проводится резцом. Острым резцом на пластину наносится линия и потом заполняется краской. Афорт – это более трудоёмкая техника, но она даёт и преимущество. На первом этапе металлическая пластина покрывается воском, затем по воску выполняется рисунок для будущей гравюры. Металлическая пластина остаётся нетронутой. И нужно меньше усилий. Меньше усилий при подготовке рисунка, совершенно верно. Это можно сделать от руки. И выглядит как рисунок. Металл мы не трогаем. Мы проводим линии в воске. Это даёт большую свободу. Большую, почти авторскую свободу. Например, эти убегающие фигуры. Христос. Да, очень похоже на рисунок. Согласен, это афорт. А резцовая гравюра отличается выверенной точностью линии и совсем не похожа на карандашный рисунок. Да, вы правы. Итак, когда рисунок по воску завершён, пластину погружают в кислоту. Кислота вытравливает металл там, где он открыт, по нанесённым линиям. И через некоторое время пластину ополаскивают и снимают с неё воск. Теперь на пластину нанесены лишь линии рисунка. Химическим способом. Да. То есть они протравлены. Да, совершенно верно. И можно делать линии разной глубины и ширины. Погружаете в кислоту, выдерживаете некоторое время, достаёте, ополаскиваете, покрываете часть линий воском и снова в кислоту. Непокрытые воском линии станут глубже и отчётливее. Это и называется афортом. Сухая игла – другая техника. В ней рисунок наносится прямо на поверхность металла при помощи твёрдой иглы. Штрихи процарапываются на поверхности металла. И это довольно трудная процедура, потому что при этом используются не очень острые инструменты, как при гравировке, с помощью которых можно достичь максимальной точности. Это похоже на то, как скребут ногтем по тарелке. Вот что подразумевает под собой техника сухой иглы. А вы можете сказать, какие части полотна выполнены сухой иглой? Думаю, тени справа и слева – самые тёмные участки в левом нижнем углу. Потому что сухая игла… Не даёт точных линий. Да, и когда ей ведут по металлу, по обеим сторонам линии остаются заусеницы. Своего рода стружка. Да, такие стружки собираются по обеим сторонам, и наносимая на пластину краска заполняет не только саму линию. Стружка по сторонам линии впитывает краску, как губка. И линия получается толстой и немного расплывчатой. Только техника сухой иглы может дать такую глубокую черноту. Итак, афорт похож на рисунок, а там, где нужно глубокий чёрный, Рембрандт прибегает к технике сухой иглы. Здесь он сочетал афорт и сухую иглу, чтобы прорисовать детали и получить драматическую напряжённость, привносимую глубоким чёрным. Да, надо сказать, что изображение весьма драматичное. Очень, но, похоже, всё-таки недостаточно. Эта техника позволяет, после того, как сделан оттиск, изменить рисунок на металлической пластине. Если что-то нужно удалить, можно отполировать пластину. Но, наверное, количество таких изменений всё-таки ограничено, ведь пластина растворится. Да, но всё же несколько попыток есть. Иногда гравёры, и в том числе Рембрандт, переделывали пластины по 7, 8, 9 раз. Но чаще всего пару раз. Что-то удаляли. Добавляли персонажей, изменяли линии, делали их темнее, светлее и тому подобное. Затем снова делали оттиск. И каждый такой оттиск называется новым состоянием. Здорово. Когда корректируешь картину маслом, закрываешь старые слои, а здесь все изображения сохраняются. Да, да. Все оттиски. Так что художник видит первое состояние и последующее. После первого оттиска трёх крестов Рембрандт изменил пластину и напечатал второе состояние, затем третье, четвёртое и пятое состояние, которое мы как раз и видим сейчас. Вот это да. Да, он значительно изменил рисунок. Например, внизу в центре были две убегающие фигуры. Давайте вернёмся и посмотрим. Бегущие по направлению к нам. Да, по направлению к зрителю. И вот в пятом состоянии фигура справа осталась, а фигура в центре исчезла. Рембрандт хотел убрать всё, что мешало сосредоточить внимание на фигуре Христа на кресте. Стало больше работа сухой иглой, затемнившей изображения по бокам и усилившей драматизм. Да, и создавшей подобие хаоса вокруг Христа. Различимые формы и фигуры как бы кружатся вокруг Христа в центре возникающего из хаоса. Правда? Верно. Духовная энергия полотна стала гораздо сильнее, по-моему, да? Я с вами совершенно согласен. Посмотрите, посмотрите на его семью и приверженцев, которые стоят справа. Дева Мария, потерявшая сознание, Иоанн Евангелист, сжимающий голову в отчаянии, в пятом состоянии ладони раскинуты, выражая скорбь и благоговение, а лицо Марии как будто парит в темноте. Посмотрим на левую часть, на римских солдат. Здесь они просто стоят, ничего не делают, даже внимания не обращают на то, что происходит. И пятое состояние, посмотрите. Они более грозные, да? Да, намного более грозные. Слева вставшая на дыбы лошадь без всадника. Раньше у неё был всадник, а теперь она вздыбилась, и это усиливает драматизм. Два солдата рядом с крестом. В первом состоянии один из них отвернулся. Да, они, кажется, болтают. Да, он отвернулся к своему другу поболтать. Второй стоит слева от Христа, похоже, ничего не делает. Смотрите, Рембрандт повернул всадника слева, теперь он смотрит на Христа, направляя наше внимание к центру. А солдат слева выглядит более зловеще. Совершенно верно, да. Громоздкие доспехи, широкий меч, который он держит как гигантский кинжал. Похож на штурмовика из «Звёздных войн». На штурмовика, точно. Да, да. Явно, явно передаёт ощущение дьявольской угрозы. Да, да, да. Очень волнующее полотно. Такое понятное, и это затемнение, теряющиеся в нём формы, пожалуй, только усиливает эффект. Пожалуй, пожалуй. Именно к этому и стремился Рембрандт. Передать драматизм, силу и благоговение при помощи техники, которая допускала внесение изменений. Да. А я вижу две стороны таланта Рембрандта. Первую определял его интерес к людям, простым людям, повседневной жизни. Сколько совершенно разных характеров он запечатлел, особенно в свой ранний период. А в поздний период ему уже стали интересны духовность и сила воли. И это мы можем видеть на примере данного афорта.